компания чон бах и бух и все так тырк-пырк поехали а Подушку. Знаешь, что мне кажется? Хотя, да, лучше залепить края. Да я все думаю, что на стол его, как всегда, ускорить. Давай, чё, сетый, сетый, да? У нас два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, давай, не все цитовано. Ага, вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Давай сейчас на стол и уже его... Давай тогда уж здесь сейчас одну еще протянем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там одна и там остается по одной уже и все, да? Да, давай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Даже если углы оставим, хотя бы чтобы ровно было. Да, да. Чтобы красить все правильно. Давай, Лиша, вот так вот. Я сейчас пойду все. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Капок! Еще. Еще одна краска. Белый. красно-черно-белый оранжевый как он будет смотреться оранжевый на синим просто раньше получается есть прозрачный оранжевый чуть прям черного зеленого нормалек да симметрии симметрии все класс так тогда вот тогда ты смотри бери какой давай например так смотри моя задача я сейчас его растягиваем и надо соединить чтобы да сходится красивые четко два края сошлись чтобы смотри получать чтобы по всей даре соединились на самом что ты лично это получился пустое место железка там все хорошо случилось можно его можно его снизу север прицепить вот там чтобы соединялись они было нормалек да не что высота все ровненько было сюда и вот теперь его да потом одну ободочек один вот здесь сверху один ободочек снизу и потом синий оранжевый да сейчас погоди давай я че кроме насмущаю вылез смотри как он ой 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 и снизу надо тоже стягивать начнешь Смотри, первую сейчас накручиваешь, вот первый слой просто делаем, так же можно по этим, по линиям, не так на случай, а прям отрезал, брюк отрезал Первый делаем такой, а, хотя стой, не надо, не надо, спрячем, прям, да, сильно не затягивай, просто его делаем как ободок, вот, да, а второй слой уже подкрутим Просто ободочки притягиваю, чтобы не ровно было Все, я сейчас переодеваюсь тоже и все Все и все И все, и все, и все Что-то так И что-то так сероаккуратно, тумбочка трясется, чтобы камера не вплюхнулась Потом, может быть, так же нам бревнышки Все, не сегодня уже, а в другой день Ну да Конечно, все, как всегда, как всегда, часто в последнее время, когда тебя замотивируешь Сжарил ты сегодня энергию, прям, улыбнул, улыбнул, прям от души, хорошо, молодец, как всегда, ребят ободрил И самому что мне нравится, да, когда ты воодушевываешь? Я Влада старался мотивировать, потому что он такой он, тихий, ну, поуяк, давай со мной в команду Я говорю, сейчас мы с тобой дадим, говорю И все, и вот с ним все, прям, ну, в конце аж подошел, говорит, прям, с обнимашкой Ну, ободрил же-то, да, людей Понимаешь, про чай говорит, когда воодушевление Этого надо, чтобы жить в этом, находиться, жить в этом Как только ты поймешь нужное для народа Все, про все уходит Нежелание вообще надо, если все тут пить и прочее, все уходит Уже тогда начинаешь с комаров Где-то иногда надо тут пить Видишь, да, видишь Потому что, если все время ты будешь там умникак, А Владян, да, он такой Опять, всякое может быть, всякое было, наверное, в жизни не помню Все разные, ребята Все совершенно разные Но в то же время всех приводим к общему знаменателю Честность, достатка и справедливость Сейчас только надо понять, что у нас с договором будет, на какое время И все, начинаем уже тогда по-серьезному Наверное, штанга в том углу, да, будет? Это надежнее в том углу ее оставить После декла Как думаешь, что ли? В другое место, в принципе, или... Я сначала подумал бы сюда ее Но опасно, стекло, штанга опасно Хотя она, может быть, здесь бы и смотрелось бы хорошо А там она, да Лучше там Там она не мешает Штанга подойдет, захочет штангу потягать вместе с ней Улетит, она не всегда попадет Там, видишь, надо будет полного выровня Посмотреть, как это делается, да? Все хорошо И все так удивляют, что в самом деле Мы вносим, все приносим Ну, а, конечно, кроме нас, кто еще принесет Поэтому мы и приобретаем, и все делаем Там не может Leave Продолжение следует... 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 Это она говорит тебе? Ну, она мне сказала, что ты что-то ее, что ты что-то сказал не так ее, там, любимому мужчине, и из-за этого он от нее ушел, но говорит, ничего, я найду себе, ну, видео уже нашла, не помню. Ну, ты же помнишь, когда, это, ты видел видео, где это животное звонит, сумасшедшее, бухое, и орет, демоны из нее там вылезают, ты это и посмотрел видео? Ну, конечно, посмотри еще раз, звонки сумасшедшие, лярвы. Я понял эти события 3 лет недавно, и что у вас случилось-то? Да ты же помнишь. Ну, это тогда, но вроде она для... Да я с ней вообще не общаюсь, ты что, Данил, еще бы я с разными, с разными такими... Ну, вроде бы, вроде бы я у ней был в прошлом году, или в начале этого, и она мне говорила, что она уже с тобой поверилась, и все нормально. Да нет, я с ней не общался, что-то один болт, смотри, видишь? Ну, в деле в прошлом, в общем, с тобой поверились, и как-то разручили... Нет, я вообще с ней не обмирился, она врет. Она врет, она врет, это, она, ну, это животное обманывает все время, и она бухающее животное, там по-другому я не могу назвать. А может быть, она животное, потому что в ней, в свою очередь, что-то, ничего не хватило, любви, там, внимания, понимания, какого-то животного... Она одержимая, а ты знаешь, что она, этот, как она, сектантка, свидетели Иеговы? Ага, ну, значит, надо, значит, нужно умело находиться таким подходом. Не нужно, не нужно, не нужно, Данила, не нужно, я тебе по-братски говорю, не нужно. Дело твое, но я не общаюсь с таким людьми. Ну, да, еще разок можешь мотануть, там, пацаны, короче, медальшко. Ну, она, получается, влезла к нам, она влезла к нам, пыталась в свою секту втянуть в нас, рассказывала там всякие гадости, про хороших людей, что они... Она всегда говорит про кого-то плохое, про кого-то хорошее, задним числом. Данила, ты смотри, ты просто, ты скажи ей, чтобы она вообще про меня не упоминала. Ты просто, если она тебе звонит, не надо про меня разговаривать. Зачем с ней разговаривать обо мне? Не надо мне ничего желать, не надо никому желать. Звонит она тебе, пусть она с тобой общается, пусть о чем-то о своем. Может быть, ты смотришь... Нет, Данила, зачем? Я же тебе на протяжении трех лет говорю, я не хочу общаться с вонючими паразитами. Она реально вонючая паразитка, я не хочу общаться. Такси, ты это со стороны сейчас наблюдаешь. А ты не со стороны, ты это все изнутри наблюдаешь, потому что она тебя втягивает во все это. Тебе разве это надо? С моей точки зрения, ты с ней не общаешься, потому что она там вонючая паразитка. Да, она извращенная вонючая паразитка, да. Она пьющая, она пьющая тетка, которая всех обвиняет во всем. Я не хочу общаться с извращенцами и с дегенератами, сто процентов. А Данила, а если ты хочешь с ней общаться, то как только она разговор заводит обо мне, ты ее не слушай, ты скажи, зачем ты со мной общаешься, и говоришь о Сергее. Пусть она лучше с тобой о тебе говорит, или о себе. Зачем она с другими? Поэтому все. Да нет, конечно, ты что, я с ней поблизости не живу, Данила. Я с ней поблизости не живу. Да нет, конечно, нет, конечно, я с ней не живу поблизости. Я живу в Саратове. Да я и жил до этого в Саратове. Ты что? Я думал в штабе. Да, ну нет, как я могу жить в штабе, если штаб это штаб? Если там раздеться, переодеться, если там какие-то клубные-клубные вещи. Интересно. Очень интересно. Поэтому давай приезжай в понедельник, пообщаемся. А про это животное даже вообще не... Ну, если тебе хочется с ней общаться, с ней общайся. Вот никому из нас вообще про нее не говори, потому что она в моих глазах и в глазах других ребят. Меня на всех чисто физически не хватает. А, да тогда тем более не общайся. Зачем, если тебя не хватает? Что тебе достаточно? Мне, в принципе, более более достаточно. Ну, а зачем она-то для тебя, эта Кузьменка, это животное тебе звонит и рассказывает? Зачем? Не надо, не надо, Данил. Поэтому вы сдержитесь от общения с паразитами, с извращенцами, с больными людьми. И сам будешь здоров. Если я, наверное, пойду помогать по математике Олиной внучке Яне, она в четвертом классе учится. Ну и классно. Если у тебя получится на следующей неделе появиться, а если еще классно, до Нового года получится появиться, то приходи, увидимся по чаевничаем, по кофеевничаем, пообщаемся. Хорошо, Сергей, постараюсь. Все, Данила, ни с кем с этими сумасшедшими не общайся. Это только во вред. Это нам, хорошим ребятам, это только во вред. А тем более она пьющая. Я не могу, что, допустим, мы с Владимиром Энергетикой ее как-то вытекли. Нет, 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 потому что она больная. Нет, ее должен наличить врач. Ну, а мы как-то своим общением... Ну вот смотри, вот что ты довел к тому, вот что ты довел своим общением. Ты ей добро делал, делал. Мы ей добро делали, делали. Она к нам обращалась за помощью. А теперь она как набухается, она обвиняет всех. Нет, эти животные злятся. Значит, строго сложная задачка. Найти в ней нужный подход. Да не надо тебе искать. Ты куча говна будешь искать ее подход? Ты будешь искать подход, чтобы переступить в это дерьмо, не вляпаться. Общение с ней, на данном этапе жизни, общение с ней, это сродни вляпаться в кучу говна. Я тебе по-мужски говорю. Иногда под метрового скоя с говна может скрываться в отходе... Да, конечно, конечно. В навозе может роза вырасти, а в иле, в грязи можно найти жемчужину. Да, да. Но это не про нее, братан. Это не про нее. Неповторимая красота снежинки, это не про нее. Она всю жизнь, она ворует у всех идеи, она обманывает, она патологический алкоголик, ну наркоманка, она сумасшедшая сектантка, одержимая. Еще раз послушай видео, посмотри, когда она звонит, какие она там ужасные вещи говорила. Ты даже не представляешь, какие она гадости про тебя говорила. Но я тебе не хочу это рассказать, я просто говорю, не общайся с ней. Сергей, я думаю, мне даже интересно, даже если она меня гомосеком каким-нибудь называла или еще, ну мне все... Ну слушай, а как бы реально она... Мне интересно просто изучить эту ситуацию. Тогда изучи к ней, пообщайся с ней, приезжай к ней в гости, с ней общайся. А сколько ты когда она при меня гадости? Да много лет назад, когда мы с ней общались, много лет назад мы с ней разговаривали, и она говорила вещи про то, что ей неприятно с тобой общаться. Просто ей неприятно с тобой общаться. Потому что я тогда был сильно зажатый от законов, за которым попадал в тихушке. С одной стороны мне хотелось женской ламки, там, прижаться к девушке, а с другой стороны у меня были законы. Там, не случится ли, если у меня там что-то страшное. И вот из-за такой постоянной как-то билеммы, и там, куча... То есть мне хотелось, допустим, ну, тренировкой заниматься участвующей в процессе, а с другой стороны приходилось в законах. Не надо загоняться, Данил, браток. Не надо загоняться. Вообще, убери. Поэтому несколько лет назад, как видите, мог оказаться, что он вылечит. Ну вот она и говорила про это, что ей, ну, мне не хочется говорить про, ну, о брате такие вещи, которые он повторял. Поверь, она недостойна твоего внимания. Вот я тебе по-человечески, по-мужски говорю. Ну, ты вспомнишь тебе еще один знакомый, который там говорил, когда мы сидели за столом в штабе, ты мне потом сказал, я это сомню. Это соловей. Ты это услышал прекрасно, Данил. Да, он говорил, что тебя надо пиздить, как собаку. Я загонялся, поскольку я в это время загонялся, я пропустил его уши. Да, он говорил, что тебя надо как с животным с тобой поступать. И я за это потом этому, этому балбесу разбил лицо. Да? Конечно, конечно, потому что надо заступаться. И когда всякие скоты обзываются на моих братьев, им придется ответить за это. То есть, по сути, я просто загонялся там, по сути, а ему показалось, что... Да не показалось, Данил, это специально. Это специально опорочить и оскорбить. Так делают только... И он тоже, кстати, тот, кто говорил, он тоже, он друг Кузьменки. Он тоже сектант, свидетели Ягова. Чтоб ты понимал. Это животные, да, эти, они животные, они даже не люди. Данил, все, я выдвигаюсь из зала. Я благодарю, что ты позвонил. Находи возможность на следующей неделе. Приехаем в гости, заобщаемся, пообщаемся. Лады? Все, ничего не переживай, все будет хорошо. Хорошо? Все, да, всем здравия, крепко обнимаем, жмем руку пятюню и хорошего, плодотворного вечера. Все, доброй ночи. Кузьменка звонит ему, чтобы рассказать, что она за мной не может быть, животное. Понимаешь, как не успокоится, да, она? Не успокоится, потому что это, дырка, видать, там свербит. А что бы ей, Данил, ну взял бы, поносил бы ее на руках? Нет, она не хочет. Кузьменка, ты животное, не звони Даниле и не звони никому. Продолжение следует...